Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров вблизи Самары есть. Носит он до нельзя прозаительское название Коровий. Находится в западной части города, где темные воды скромной реки Самары сливаются с могучей Волгой. С юга его пределы ограничивает протока Сухая Самарка. Ныне мало кто из горожан о нем вспоминает, ибо остров ничем не примечателен, добраться до него нелегко, он основательно зарос кустарником и невысокими деревьями, и действительно весь покрыт зеленью, кроме зимнего периода, конечно. Между прочим, остров Коровий еще можно именовать не только невезучим, но и таинственным островом или островом тайн. Хотя, на первый взгляд, если где искать тайны, то на Коровьем в последнюю очередь, на самом деле же, все обстоит иначе. Великий Тесла, братья Нобели и Дизель. Самаре. Коровий впервые упоминается в документах генерального плана развития Самары конца XIX века. Тогда появился оригинальный проект коренной модернизации городской очистительной системы. На острове решили возвести целый комплекс – технические здания, жилые дома, очистные сооружения. С городом они должны были соединяться с системой эстакадных мостов и подземно-подводным тоннелем. Пользуясь современной лексикой, скажем, что тендер выиграла немецкая фирма, после чего начинаются сплошные загадки, все происходящее покрыто мраком тайны. Именно на Коровьем в то время находилась одна из крупнейших факторий – нефтяное товарищество братьев Нобелей, с которой тесно сотрудничал гигант инженерной мысли, немецкий инженер Рудольф Дизель. В его письме супруги имеются странные слова. Запомни сегодняшнюю дату – 16 февраля 1898 года. Это день моего союза с Нобелем. По всей видимости, рубеж событий, которые потрясут мир. Известно, что Рудольф Дизель намеревался претворить в жизнь некоторые идеи сербского гения Николы Теслы. Какие именно – по сей день никому не ведомо. А что известно? Работы на острове Коровьей в то время немцами велись. И весьма усердно. Только какие? Есть основания предполагать, что под видом строительства очистных сооружений возводился некий секретный объект. Имеются данные, что здесь Никола Тесла построил уникальную энергоустановку, в скобках «резонансную машину», способную без проводов передавать электроэнергию от Самары до Москвы. Согласно некоторым свидетельствам, она была полностью завершена за два месяца до знаменитого Тунгусского взрыва. Используя эту машину, изобретатель намеревался расчистить путь через льды к Северному полюсу адмиралу Перри. Но в его расчеты вкралась ошибка, и вместо испаряющихся айсбергов, айсбергов Тесла получил горящую тайгу вблизи Тунгусских. Впрочем, вероятно, никакой ошибки и не было. Ибо перед этим гений запрашивал географические карты Сибири и выяснял наименее населенные места в ней. Одна из загадок Тунгусского дива в том, что от него оказалось на удивление мало пострадавших, не по оглашенной или высшей причине. По некоторым сведениям, позже Никола Тесла вновь приезжал в Россию в 1921 году, но уже в Нижний Новгород, где работал над какими-то своими проектами. Уже в ходе реализации грандиозного проекта Рудольф Дизель погиб при весьма загадочных обстоятельствах. В сентябре 1913 года на теплоходе Дрезден он отплыл из Антверпена в Англию. Однажды ранним утром каюту нашли пустой, на палубе валялась шляпа и плащ изобретателя. Самого Рудольфа Дизеля нигде не обнаружили. Многие уверены, что его таинственная кончина связана с профессиональной деятельностью. Потом началась Первая мировая война, революция, гражданская война в России. В смутах и разрухе сгинуло нефтяное товарищество братьев Нобелей, унеся с собой свои тайны, ежели они имелись. Белочехи, черные гусары и другие. Странные дела на Коровьем продолжались. Вот лишь небольшой их перечень. В краткий период присутствия в Самаре белочехов замечен странный факт. Основные силы их речного флота были задействованы в контроле реки Самары и охране острова Коровьи. Что же они там стерегли? От кого? Почему приказу? Удивительным образом, Коровьи связывают с размещением одного из отрядов черных гусар. Какой-то их секретной деятельностью. Тут все под завесой неизвестности. И чем они занимались? И что это были за черные гусары? В императорской армии так именовали гусар 5-го Александрийского полка в силу черного цвета униформы и эмблем в виде черепа и костей. Этот полк имел несколько неофициальных названий. Полк черных гусар, полк гусаров смерти или бессмертный полк. В хаосе революции гусары оказались по обе стороны баррикад. У красных отрядом черных гусар командовал Корнет Ушаков, а у белых имелся полк черных гусар атамана Анненкова. В Самаре Александрийский полк квартировал. Это на самом деле так. Приказом Верховного Главнокомандующего за номером 34-м от 15 ноября 1918 года был создан 1-й Самарский гусарский полк с присвоением формы одежды бывшего 5-го гусарского Александрийского полка и его символики. И еще, оказывается, при Керенском или Керенском, как кому удобнее, был сформирован женский ударный батальон, который именовался «Черные гусары смерти». Какие именно черные гусары опекали остров Коровий в Самаре, с полной определенностью сказать трудно. Другое удивительное событие произошло осенью 1941 года. Группа неизвестных лиц, в скобках «немецкий десант», захватила остров и удерживала его почти сутки. Командованием был отдан жесткий приказ – пленных не брать. Ходил слух о какой-то чрезвычайно опасной заразе. Когда Коровий захватили, то в ход пустили огнеметную технику вплоть до танков. Остров залили этаким напалмом смесью каросина и мазута. Все оказалось выжженным дотла. Чем же была вызвана подобная необходимость, не сказали. Спустя 7 лет, 4 июля 1948 года, приключился сильнейший пожар на острове. Погибли сотни людей. Говорят, что его причиной послужила шаровая молния, которая угодила в какой-то из баков нефтехранилища на Коровью. Но многие скептически усмехаются, слыша такое. И еще один факт в тему. В конце 20 века велась работа по поиску и изучению скрытой структуры города. В ходе их выявили зону с повышенным уровнем разрушения. И начинается она как раз на острове Коровий. Теперь о другом, но тоже в Самаре. Стояние окаменевшей Зои. В ночь на 1 января 1956 года в доме номер 84 на улице Валерия Очкалова в квартире номер 5 продавщицы пива Као Балонкиной проходила вечеринка. Подвыпившая 17-летняя Зоя Корноухова, работница местного завода имени Масленникова, кавалер которой по имени Николай на гулянку не явился, взяла икону Николая Чудотворца и закружилась с ней в танце, смеясь. «Раз мой Коля не пришел, то спляшу со святым Николаем». И внезапно с иконой в руках застыла на середине комнаты. Вроде бы как живая, но совершенно неподвижная, словно мраморное извояние. Врачи скорой помощи пытались сделать укол, но иглы шприца не смогли проткнуть кожу, гнулись или ломались. Медики видели, что девушка живая, она дышала, прощупывался пульс. Людская молва облетела весь город. Тысячи самарцев устремились на улицу Чкалова, чтобы самим воочию увидеть небывалое зрелище. Милиция никого не пускала в дом. Конное оцепление не позволяло даже приблизиться. Окаменевшая богохульница простояла с января до самой Пасхи, до 6 мая. Ее дальнейшая судьба неизвестна, как и иконы, с которой она танцевала. Архивные материалы о стоянии Зои, хранившиеся под грифом «Секретно» утрачены во время жуткого пожара 10 февраля 1999 года в здании Самарского МВД. 22 мая 2012 года поставлен памятник у дома, в котором произошли описанные события. Бронзовая фигура святителя Николая Чудотворца в человеческий рост под золоченым куполом. Сказочная карта России. Официально Великий Устюг обрел авторские права на Деда Мороза и теперь считается его родиной. Сюда ребятня всей России посылает ему письма уже не первый год. Кострома считает своей Снегурочку, ведь внучка Деда Мороза родилась в имении Щелыкова, которая принадлежала знаменитому драматургу А.Н. Островскому, написавшему эту известную сказку. В Ярославской области предприимчивые люди застолбили за собой права на богатыря Алешу Поповича, Курочку Рябу, поселок Ермакова, где есть одноименный музей, Емелю с Щукой, Ростов Великий и Бабу-Ягу. Для последней в селе Кукобой соорудили избушку на курьих ножках, как водится. Город Переслав-Залезский, Ярославская область, объявил себя вотчиной царя Бериндея. На него указывает специальный указатель. Сказочная верста. В Кирове застолбили права на Кикимору и проводят народное гуляние, в частности, организовали ее свадьбу с домовым. Кстати, можно написать ей письмо. Вот адрес. Киров, Ая, 3043, Вятской Кикиморе. Она ответит, посоветует. Колоритный домик Кикиморы признан дивом России. Находится он в Заречном парке. Также Кировская область зарегистрировала сестрицу Аленушку и братца Иванушку в селе Рябово на родине Виктора Васнецова, который по сюжету сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке нарисовал картину Аленушка. В Ульяновске объявили, что считают свою область родиной Колобка. Ему установлен памятник. А еще там претендуют на Чебурашку. Тамошние краеведы заявили, что сей зверь родом из их губернии. В местном наречии сыскано слово Чебурашка, которое означает поплавок. Дескать, автор книги Эдуард Успенский где-то услышал это странное словечко и использовал его в творчестве. Правда, Москва, где сейчас базируется музей Чебурашки, с этой теорией не согласна. Калининград всеми силами старается доказать свои права на Буратино. Здесь уже несколько лет в сентябре отмечается праздник Буратино. И тамошние власти собираются создать музей его имени. Тула, не менее самоваров и пряников, известна Левшой. Право на него оспорить у туляков невозможно. Ему уже поставлен память. В центре Мурома Владимирская область высится на бронзовом монументе Илья Муромец. В местном краеведческом музее ему посвящен целый раздел. Село Большое Болгина Нижегородская область признана местом рождения сказочной «Золотой рыбки». В нем Александр Сергеевич Пушкин написал известную сказку о рыбаке и рыбке. Кстати, там же поэт создал свыше 50 разных произведений. Старица Тверская область заявила права на Кощея Бессмертного. Сказочный мотив использован в гербе данного старинного городка. На нем изображена старуха с клюкой. Многие уверены, что это Баба-Яга, которая помогала Ивану Царевичу победить Кощея Бессмертного. А в 2006 году археологи недалеко от города обнаружили пещеру Кощея. В сказке «Старицкий сапожник» повстречал этого злобного героя именно в пещере. В Ростове Великом можно посмотреть на щуку с Емелью. Щука – главная достопримечательность ростовского озера Нера. Обитает только в чистой воде, имеет редкие вкусовые качества. Ростовчане к ней относятся почтительно. Летом в городе регулярно проводятся праздники по щучьему велению. Начинаются торжества с колокольного звона. Потом от Соборной площади к городскому парку отправляется шествие во главе, конечно, с самим Емелей, едущим, как ему и положено, на печи. Село Гастцы Новгородская область гордится гуслером Садко. Местные жители верят, что Садко – это не просто легенда, а реальный человек. Недалеко от этого села находится еще одно – Сытино. Его название и дало прозвище народному герою. В исторических документах он числится как Садко-Сытинец. В Тобольске, Тюменская область, установлен памятник коньку-горбунку. Ведь именно здесь родился его создатель Петр Павлович Ершов. Город Арамиль, Свердловская область, известен далеко за пределами региона колоритным парком сказов, в котором можно увидеть многих персонажей гениальных сказов Петра Бажова, Данилу Мастера, Каменный Цветок, Хозяйку Медной, Мышкин – не только самый маленький город В Ярославской области, но и один из таковых на всей планете. Обрел мировую известность своей мышастостью. Назовем сие так. В русском деревянном бревенчатом доме располагается музей мыши. Говорят, единственный в мире. В его четырех залах выставлено свыше четырех тысяч экспонатов. Издается газета «Мыш-город». Мыши стали торговой маркой многой продукции местных производителей. Понятно, в Мышкине изобилует изобилие сувенирных мышей, которые можно приобрести на память о городе. В Кенозерье, Плесецкий район Архангельской области, с 2001 года прописан «Иванушка-дурачок». Тогда впервые в день Ивана Купалы провели «Кенозерскую дураковину». Ежегодно здесь проходит выставка детских рисунков и писем Иванушке, любимый сказочный герой. Кстати, Кенозерье – родина известного ученого, литератора, сказочника и фольклориста Александра Нечаева. Он умер в 1986 году, который подготовил и издал около 60 книг, народных сказок и былин. В Сысерте, Свердловская область, оглашают планы установки памятников Даниле Массеру и хозяйке Медной горы. В селе Береза, в Курской области, намерены поселить соловья-разбойника. Свердловская область лелеет планы застолбить за собой Урал-Мороз. В Ирбите Свердловской области решили сделать своим символом царь-самовар, который вымещает 415 литров. На изображение полос. В золотой столице России, в кавычках, в Березовском, здесь 21 мая 1745 году, Ерофей Марков впервые в стране обнаружил драгоценный металл, установят статую Великого Полоза, чей образ колоритно описан божовым в уральских сказах. В Пензе, в парке имени А.С. Пушкина, рядом с гостиницей «Россия» установлен оригинальный памятник – «Шкатулка». Русские народные пословицы. Он изготовлен из бронзы. Его высота 2,5 метра, вес свыше 600 килограмм. Сверху водружен бравый солдат Пушкарь Иван Харитонович Лачинов. Он прошел две турецкие кампании, награжден многими орденами. Это лицо историческое. Всю свою жизнь он собирал русские пословицы и поговорки. Кстати, Иван Лачинов – потомок первого пензенского воевода. В его руках ключ от города, не от шкатулки, к тем духовным ценностям, которые передаются в народе от поколения к поколению. Автор скульптурной композиции Валерий Кузнецов. Самара и область становятся все более заметными на сказочной карте России. Часто с удовольствием я прохожу по улице Фрунзе в Самаре, мимо бронзового буратино, торжествующее, вскинувшего над головой золотой ключик. Очень нравится мне шагающий по пешеходной части улицы, Ленинградской, исполинского роста дядя Степа-милиционер, герой известной детской сказки Сергея Михалкова. Осенью 2020 года скверики на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской в Самаре была установлена скульптурная композиция на тему сказки «Аленький цветочек». Посвящена она автору названного произведения Сергею Аксакова. На знаменитой Самарской набережной с 5 декабря 2012 года стоит в бронзе товарищ Сухов. Помните, он говорил в кинофильме «Белое солнце пустыня» «Вот доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать». Дошел. Стоит в привычном нам образе в гимнастерке, шароварах, сапогах со скаткой шинели на плече, на левой руке часы с огромным циферблатом. Под ногами бронзовые волны песка и в них выдавлены слова «Вопросы есть?» «Вопросов нет». Высота статуи 2 метра, а вес 315 килограмм. Изготовил ее заслуженный художник России скульптор Константин Чернявский. Глядит бронзовый товарищ Сухов на великую русскую реку Волгу, находясь спиной к улице и дому, в котором жил автор сценарии кинофильма «Белое солнце пустыни» Валентин Ежов. Он родился в Самаре. Наверное, по этой причине и упоминается в фильме именно этот город. На улице Луначарского в Самаре, на камне, у водопроводной колонки возле здания Самарских коммунальных систем сидит русалка. Скульптура установлена осенью 2016 года в честь 130-летия Самарского водопровода. В вечернее время она подсвечивается специальными фонарями. На территории Самарской Луки открыт культурно-эккурсионный объект Ведьмино озеро. Расположено оно неподалеку от села Бахилово. В центре Ведьминого озера сидит водяной. И волшебный лес с огромным дубом древом желания. На территории Самарской Луки с осени 2011 года в Жигулевске работает дом Айболита. Приют для диких животных по той или иной причине вырванных из естественной природной среды. А это обложка книги. «Зачарованное сокровище Атамана». Это были отрывки из книги «Зачарованное сокровище Атамана». Автор Александр Зиборов. Город Самара. И ссылка на источник. О вашем городе какие есть достопримечательности? И напоследок отрывок отрывок еще из одной статьи. А книга состоит из статей журналиста из Самары Зиборова. «Необыкновенное и удивительное путешествие по улице Советской в Самаре». Романтические порывы, тяга к дальним странствиям, необыкновенным приключениям у нас в крови. Временами у каждого человека появляется неистребимый зуд к перемене мест, типа «опять хочу в Париж». Никогда не бывал в нем, но опять хочу. Сейчас сильно призадумаешься, прежде чем съездить даже в соседнюю область, а уж о большем часто только мечтаешь. «Недавно я махнул на Канары рукой. В прошлые годы также махал на Мальорку, Таити, Кипр и другие места. Но внутри осталось неистребимое желание совершить путешествие. Улица Советская показалась мне вполне достойной кандидатурой. Это не Бродвей, конечно, и даже не Заморская, а Веню-Стрит. Но у нее имеются свои несомненные достоинства. Например, она всегда под рукой. «Живу в Самаре на Безымянке рядом с ней. Время – деньги. А тут экономия немала, ведь улицу Советскую можно спокойным, пешим ходом пройти за полчаса, ну, минут за сорок максимум, если озираться по сторонам. Да и она своя. Отечественной выделки родимая сторонка. А я патриот». Вспомнились известные слова эпохи перестройки с перестрелками, обернувшейся катастройкой. «Плоха та дорога, которая не ведет к храму. Улица Советская вывела меня на улицу Ташкентскую к храму, к храму торговли, рынку в 15-м микрорайоне». 2003 год. В книге еще много чего интересного и необычного на разные темы. Прочитайте. Не пожалеете. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал ВПРСКАЗ. Новосибирск. До свидания. Новосибирск. 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 Продолжение следует...